здравствуйте друзья выносить ребенка для подруги которая сама вот не может вынести выносить ребенка и вы скажете что что случилось почему для подруги надо вынашивать ребенка а вот книгу я точнее выжимки сказать читаю по поводу того что такое дружба и как вот дружить надо и так далее американская женщина она три года ведет такую передачу про дружбу и соответственно разговаривать с очень большим количеством разных друзей но я еще раз предупреждаю напоминаю дело происходит в соединенных штатах этой специфика самых разных друзей она интервьюирует и там знаете даже иногда такие возникают количественные оценки метрики такие да вот например говорят что 6 есть факторов которые способствуют развитию дружбы влияют на развитие дружбы и вот первый фактор это количество времени когда ли которые люди вместе проводят но это понятно на то есть это не не за пределами очевидного но там есть вычисления и они говорят так что первые 6 недель первые 6 недель знакомства если люди потратили вместе от 40 до 60 часов то у них возникает такая может возник обычная такая бытовая дружба обычно не ничего такого сверхъестественного не то что там они там не разлей вода ну так а вот если за первые 6 недель они провели вместе 80-100 часов то вот тогда может возникнуть дружба еще более какая-то такая прочная серьезно и тогда понятно что ну ну как вот столько времени вместе провести но на работе понятно там на учебе тоже понятно в поход какой-то там пошли на две недели там не знаю там на круизе где день день ну я ну что то такое вот какие-то обстоятельства должны быть сопутствующие волонтеры в церкви люди там вместе что-то делают и так далее в такое интересно ну и там много других а вот одно называется воображение включить воображение один из шести факторов включить воображение и вот это воображение говорит вот что что люди дружат в каких-то стандартных как бы проявлениях ну вот например пошли на ланч вот или поехали вместе отдыхать или там но я не знаю с детками пошли там на концерт ну как то вот есть какие-то самые обычные вещи которые мы привыкли делать а за их пределами вот мы не понимаем и вот например подруга там не может ребенка сама выносить как этого я тебе выношу ребенка для дружбы чего не сделаешь ради дружбы в принципе мы конечно понимаем что вынашивание ребенка это дело такое знаете ну серьезно это не просто там я не знаю там на машине подвести куда вот это занимает много времени это влияет на здоровье матери который вы на вынашивает на этом гормональные фоны это страшное дело вот кроме того но в конце концов можно нанять кого-то нанимают людей которые вынашивают это за деньги можно делать но конечно можно делать для друзей бесплатно то что делают другие люди за деньги например нам скажем можно с машиной там чуть повозиться там ну бывает надо какую-то помощь там с автомобилем бывает нужно куда-то отвезти привезти бывает нужно ну по хозяйству вот бывает там сосед пришел они без соседом там забор ставим быть обычное дело ничего такого на такой сказать на дружеской основе но вот ребенка выносить и мы со светланой значит обсуждали сегодня я вам стоишь вот я прочитал вот она говорит ты знаешь год это даже для американца где-то за пределами чего-то такого здравого потому что ну ну все-таки это уже чересчур ну так знать для развития дружбы да и ищите такие форматы для укрепления дружбы для поддержания дружбы в которых значит вот обычно дружба не проявляется там даже высказывается такая мысль крамольная что вообще может быть мы в такое время сейчас начинаем жить когда не семья становится основой вот как бы общество такого ячейкой а вот дружба что главное в жизни человека это вот именно дружба вот тут дружба там дружба здесь дружба и так далее там есть один из шести принципов значит факторов это насколько значит вы организованно дружите дружить надо организован что это значит вы можете хотеть кому-то там позвонить может быть там еще что-то ну там хотя бы раз с кем-то раз месяц кому-то надо раз в неделю по всякому позвонить вот но это должно быть организован должно быть в расписании рутина ритуал они используют слово ритуал это должно быть ритуальным допустим раз неделю позвонил тому в пятницу позвонил этому там с кем-то что-то чего-то это в расписании то же если ты в расписании себе не вставил и это не стало ритуалом рутиной то ты стало быть не будешь людям прозванивать не будешь и себе напоминать не будешь ими интересоваться соответственно всякие дружеские контакты будут ослабевать и от этого значит и потеряешь что всех своих друзей со временем если не будешь в общем прочитал я это дело и хотел знаете в новости включить типа вот новость обнаружены шесть факторов влияющих на дружбу и думаю сделаю-ка я но включу в список новостей да я вчера как раз вот занимался тем что там новости собирал там даже кое-что записал главным образом настраивал техническую часть не столько записывал сколько настраивал но тем не менее и вот эту вот я почитал и подумал нет не буду я из этого делать новость может быть просто с ребятами поделюсь до чего вот некоторые ну даже я не знаю как назвать не может быть для кого-то нормально действительно думаешь где найти человека для которого выносить ребенка ну может быть на этой почве глядишь дружба возникнет правильно вот так что я даже если за деньги то дружба не возникнет а если бесплатно там мало ли соседей которые не могут выносить вот а тут женщина ходит и без толку болтается вполне может вынести и не выносить выносите чё так чё так пусть вынашивает а у нас друзья понедельник тепло теплеет ведь я кофту одел чтобы теплее было вот у нас теплеет потому что кофты мы одеваем и вроде солнышко светит но что-то прохладно честно сказать вот и так вроде все хорошо а я на диете и и надеть все хорошо мне надо сказать врач диетолог мы с ней там поболтали и врач мне говорит тебе вес я спросил я не она не просто говорит я бегу а сколько мне вот надо но я думаю еще пару кило сброшу и вы где-то надо остановиться вот и врач говорит а какой у тебя рост на сколько тебе лет сюда играть 76 килограмм друзья это я сейчас уже похудевший 78 вот ну я вроде ничего так и не не обмяк не обезьягу послушай горюс меня же все стечет она кожа вот свистнет она говорит много за кожу ягод не в ответе а ты сойдешь со всех лекарств у тебя не будет больше диабета будешь так 2 типа будешь тискать туда как вот вы посоветуете вот но что действительно вот на этой диете у меня сахар я бы сказал ну где-то в рамках нормы в общем то то есть вот но те из вас кто ориентируется значит могу сказать что у меня где-то 6 и 1 ну то есть вот между 5 и 6 в моем возрасте это был совершенно нормально было бы но вот тут меня было и 8 и там и до 9 доходило временами и так далее вот сейчас у меня вот такой на этой диете у меня вот так все замечательно чего и вам всем желаю до свидания